Лариса Лужина. На Высоцкого я была обижена. Еще в детстве ей длинноволосой и крупносой девочки Цирханка нагадала. Все мужчины будут от тебя без ума. У тебя будет много мужей, но в старости ты станешь садом. Так она в общем и вышла. И все же свое 80-летие знаменитая актриса отметила не в гордом одиночестве. Когда-то Лариса Лужина с тревкостью покорялась сердца местательных мужчин. Сын писателя Александра Фредеева, знаменитый французский актер Роберт Хосейн, Владимир Высоцкий. Спасик влюбленно к Ларисе можно продолжать и продолжать. Песню «Она была в Париже» Высоцкий посвятил Лужину и применил свои безответные чувства. Ей роль, после которой проснулась звездой, Лариса получила благодаря старянию Сергея Герасима на курсе, которого учился. Пультовый режиссер не считал ее своей актрисой, зато порекомендовал ученик Ростину. Славу Ростовскому. Тот в этот раз приступал к съемкам картины о войне на «Сами ветрях». Главная героиня Света Ивашова как-то это писали, безоблядно кинулась в бегло войны. По зову любимого Ростовский уже заставил эту роль для одной молодой актрисы. Однако Герасимов настоял на кандидатуре Лужина. И как выяснилось, не ошибся. Летом 1966 года режиссер Станислав Говорупин пригласил ее на роль в ночах в фильме «Вертикаль». И здесь Ларисе сразу же попало в водоворот страстей. Первым был Высоцкий. Он засыпал Ларису комплиментами. Пытался пригласить к себе новых. Все напрасно. Некоторые очень много ездили. Анны, Осло, Варшава. Песня Влоде очень точно написал географию моих маршрутов, рассказывает актриса. Единственную ошибку он допустил в строчке, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я ему показывал фотографии из журнала, но там на ухо мне щептал не Марсо, а другой французский актер, Ренан Рено. Сейчас вспоминаю об этом с удовольствием, а тогда немного обиделась на Влоде. С песни выходило, что я такая легкомысленная, все время где-то порхаю. Бези его не понимает, помните. Но я напрасно пел о полосе нейтральной и глубоко клевать, какие там цветы. Уж не знаю, насколько он был влюблен, а я точно не была. Но слухи о нас ходили.